Ребят, добрый день! Ну что, двигаемся дальше. У нас переход сейчас уже есть в запасе 20 часов. Уже чуть меньше осталось. Приходим к следующему порту погрузки. Вот такой у меня листок с собой взял. Сейчас пойду проверю те балласты, которые у нас не полны. Берем вообще минимальный балласт, чтобы по приходу быстро его откатывать. В данном случае у нас будет погрузка совсем небольшая, там 2500 тонн. Будем грузить только во второй трюм, вот. Поэтому откатаю только один диптанк, но тем не менее мне надо будет дровсовет сделать. Это вот так, кстати, вчера закончилась наша погрузка. Все в пыли и все в товоте, но зато в торговом флоте. У нас тут народ мыть будет все. Надо быстрее. Пройти к балластным трубкам. Сначала я вам покажу виды. Идем во фьорда. Какая красота! Сейчас зайду еще на мостик. У капитана заберу... Ну, оставил там карго-план. Его возьму. Скопирую. Один для сервейера, один для себя. Будет у меня в каюте лежать. И буду по нему сейчас ставить ложки, чтобы завтра погрузить в три кучки груза. Там 400 тонн, 1100 и 1000. Вот так вот выглядит наш карго-план. Пошагово я сделал. Один, два, три. Чтобы первый трюм не трогать, потом снова его не замывать. Загрузим. И откатаем только вот диктанк. Уже, как видим, темнеет. Надо бежать быстрее. Замеряй. Для начала возьмем три тряпочки, которые у нас будут на рейлингах, как метки, висеть. Все. Флаги сейчас развешу, покажу, как это будет выглядеть. Смотрим, значит, первая куча у нас пойдет между 10 и 9 крышкой. Сейчас буду подвязывать флажок. Как раз я здесь и стою рядом. Вот так выглядит у нас первый флажок. Второй у нас тут со шлангом намывает, блин. Сказал, что... Ребят, подождите немного. Мне это начали мыть. Ну, ладно, ничего страшного. Так, дальше пошли флажки весить. Так, следующий флажок у нас... Так. Пойдет середина седьмой крышки. Чуть вперед, там, полметра седьмой крышки. Вот у нас седьмая крышка. Вот у нас середина. На других погрузках, когда полная погрузка, я этого уже не делал. Я уже знаю, куда грузить. Сейчас, чтобы не ошибаться, не думать, сразу подвязал. И проблем-то, в принципе, никаких и нет. Так, следующий, последний флажок у нас идет... Пятая крышка. Ну, по-четвертой. Это стандартная. У нас пойдет пища тонн. Сейчас сделаю замер на первый центральный. Это у нас Ольга ремонтирует ласса. Не люблю, когда смочили палубу, и начинают... Потом замеры делать. Это все сырое, блин. Еще холодно. Крышки эти сырые. Руки мерзнут моментально. Вот так вот выглядит паста. Мирительная. Вот, ну, здесь должно быть пустое для... Так, для уверенности. У нас, что, следующие две погрузки, этот баллаз брать даже и не будем. Там вроде какая-то вода была. Все, застуком. Так, воды у нас здесь 4 дифферент. Напускай будет. 4 сантиметра. Может, поменьше. Вся эта красная на 7 сантиметров плюс дифферент. Вода вся в корме. Убавляем сантиметра два. У нас таблица, к сожалению, только на ровный киль. Поэтому не могу точно сказать, сколько воды. Так, примерно обычно... В программе заполняешь. Ну что, идем дальше. Еще один нюанс по балластным трубкам. Нужно, вот какой-то автобус использовать. Потому что не откручиваю. Сколько их не смазываю, они все равно эти трубки закисают. Вот, и ленту уже не вот такую используем, а вот такую, чтобы в трубке не застревало. То есть у нас в авторпике застревает постоянно. Проблем не было, вот используя такую, такую вот тоньше. И только для авторпика использую. Все, это у меня последний балласт. Дальше идем уже в каюту. Согреваться. И буду вам рассказывать еще то и какие нюансы. Ну и все, уже солнце почти село. Все, добрался до каюты. И вот такие руки после замеров балластов. Некрасно. А, кстати, это нормально еще. Паста, она не так красит. Работно придумываю. Вот камеру можно. Так, ну все, наконец, на своем рабочем, теплом месте. Удобном, самое главное, да. В каюте. Все, значит, подсчеты у нас по балластам подведены. Центральные прошел, третьи винги, четвертые винги. Вот. И все, значит, да. У нас проблема, кстати, вот с центральным третьим 25 сантиметров. Постоянно после балластных операций он у нас откачивается всегда последним. Катались в маннхолл скрывать. Ничего не получилось. В общем, не смог у нас привариться к болтам. Олер. Поэтому, ну, до драйдока оставляем эту проблему. Просто мы откатываем его в самом конце всегда. Так. Каргоплан. Вот наша программа. Здесь уже я все забил. Все данные, которые сейчас замерил. Это наш, значит, наша программа, в общем, здесь, да. Экселевская. Все рассчитывается. Вот здесь зимняя марка выставлена. 5.62. Вот здесь у нас зима на дворе. Драфт сервей. Здесь я обменяю сразу же до прихода уже данных. Примерно во сколько будет драфт сервей. Дата завтрашняя, да. 14-е число. Ну, осадки добиваются у нас, значит, носовые, кормовые. И по мидулю правый-левый борт. Корма, как правило, всегда по мидулю меряешь. Ленты с кормой там всегда одинаковые. Что справа, что слева. Нос, да. Ну, и хотя это тоже бывает, особенно для Emission, в принципе, ничего страшного. Если видишь, что судно ровно стоит, с одного борта снять достаточно. Ты уже по константе, которая у тебя после осадок вылезает здесь, ты уже будешь видеть такое число. У меня должно быть 30, где-то 34. Вот это еще с прошлого драфт сервея. Там вот вышло немножко больше. Но это не суть. Самое главное в любом случае финал драфт сервей. Emission, он больше нужен для того, чтобы узнать, все ли у тебя нормально, нет ли у тебя где-то воды. Просто когда ты уже погрузишь, финальный сделаешь, скажешь, о, отлично, я погрузил, все хорошо. Не обратишь даже внимания на среднюю осадку, если по неопытности, то ты можешь просто как бы, ну, не довести к грузу, да. Поэтому лучше сделать драфт сервей Emission. Нормально все промерить, чтобы уже голова не болела. Воду меняете на Emission, да. Соответственно, в финале тоже самое. Вода поменяется, не поменяется. Течение же бывает. Вот это самые основные. Здесь, в принципе, больше ничего и не надо вбивать. Ну и, соответственно, проверяешь данные там. Здесь пресная вода, да. Но это все сюда уже автоматом идет. Сейчас я вам дальше покажу. Ничего сложного нет. Lightship, чтобы у вас тут был правильный, да. У нас тут в свое время не все правильно считали. Lightship. У нас тут суммируется, вот, Total 1100 у нас, у нас балхетин считается, экскаватор, страерзм 65 тонн. Вот это все нужно учитывать. Вместе с Lightship, да. Вот. Уже корректированную туда. Так, поехали. Inission. Все данные. Топливо. Топливо завтра мне иди отдаст. Вот, вбиваем сюда. У нас стоит 0,85. Density. Обычно 0,86. Ну, не знаю. 0,85 и 0,85. Ничего страшного. Сильно не влияет. Вопросов никаких не было. То есть, на других судах 0,86. То есть, топливо всегда ставили. Вот, балласты пошли. Вот, я уже все забил. Забил, забил. Эти у нас, значит, 7,400. Это у нас полные уже. 7 метров, 4,40 сантиметров. Тут в миллиметрах идет таблица. Вот у нас, кстати, как раз центральный третий, где вода появляется. Видим 20, почти 29 тонн. Не тонн, а... Это у нас кубы. Здесь у нас кубы. Вот так как вода у нас, ну, немножко соленая. Поэтому здесь кубов немножко больше, да. Тонн больше. 28,96. Вот. Все, забили. На концовке у нас будет только... Откатываю я диптанк. Поэтому здесь я в финале убрал только диптанк. Те и остались все. То есть, мне, в принципе, облегчается задача. Не надо бегать, все танки промерять. Вот эти, которые были полные. Потом снова замеры делать. То есть, мне надо было бы померить диптанк и центральный третий, который последний откатаем. На этом, в принципе, вся проблема-то и закончится. Так. Что еще, ребят? Что вам еще показать? Вот таблица, значит. Пресная вода тоже, да. Это, опять же, у дедов. Он мне перед приходом отдаст. Это тоже от деда. Завтра подкорректирую. Недолго. Погрузка будет быстрая очень, да? Всего лишь три кучи. Увидели уже этот каргоплан. И переход у нас там будет три дня. Потом выгрузим этот доломит. И все. И все. Пойдем там. Три часа перехода на погрузку камней. Уже 5600 г. Вы умираете полный груз. Я надеюсь, что это моя последняя будет погрузка. И последняя крайняя погрузка в этом контракте. Я поеду благополучно перед Новым годом домой. Очень это надеюсь, ребят. В общем, как-то так. Потребляем еще вот такой шоколад. Риттер Спорт. Нам, кстати, под Новый год владелец подогнал по коробке этого шоколада. Даже домой везу, потому что я у меня уже не могу его есть. Шоколад достаточно хороший, полезный. Я не дешевый, кстати, у нас в Архангельских магазинах. Все, друзья. Надеюсь, было вам полезно. Это только вот то, что я делаю перед погрузкой. Самое основное. Главное быть в замерах внимательным. Все это вносить. Соленость в танках. Учитывать, да? Воду где-то там брал. Не забывать об этом. В основе. Все, а там уже погрузка. Уже шаг другой. Поэтому погрузка будет уже в следующем видео. Посмотрим, когда я его сделаю. Поглядим. Не важно даже, этот груз, следующий. Главное, процесс погрузки. Драв сервей. Я уже буду вам показывать в отдельном видео. Может быть в этом контракте. Может быть в следующем. Обещать не буду. Но она будет обязательно. Это у нас первое видео. Надеюсь, вам было полезно. Ставим реке лайк. Ну и подписываемся. Там еще кнопка спонсирования. Все, пока.